знаете как бы в духе взяться за руки и молиться в молитве согласия потому что написано что где двое ли трое о чем они согласятся просить на земле то будет им о чем бы они не просили если просят с верой и мы будем молиться сейчас с верой за вас мы будем молиться о том чтобы ваша молитвенная жизнь менялась ваша молитва изменилась чтобы вы поняли что такое божья любовь и могли ощутить по-настоящему что такое дерзновение в боге когда ты на самом деле его сын когда ты на самом деле его дочь причем любимая дочь которую он не имеет никаких претензий это очень здорово это это потрясающие это вещи и сложно надо подобрать слова мы будем болеться сейчас об этом будем молиться за вас молитесь пожалуйста вместе с нами татьяна давайте вы начнете и потом я завершу господь наш и бог наш мы благодарны тебе за то что ты пришел в нашу жизнь за твое божественное присутствие что ты назвал нас по имени ты записал наши имена в книге жизни ты действительно благоволением своим покрываешь наши сердца я молюсь сейчас за те сердца за те души которые не могут похвалиться этим дерзновением что есть какие-то образы есть какие то есть какая-то ложь как это который мешает прийти к тебе насладиться твоим общением получить вот эту благодать быть твоим сердце чувствовать твои объятия принимать утешение принимать ободрение принимать возвышение во имя иисуса христа я молюсь чтобы всякий узел всяких образов связано с сиротством связано с рабской ментальностью связано с какими-то неправильными отцовским пониманием она была исцелена сознание каждого человека во имя иисуса христа пусть будет расчищен этот путь пойдет всякая ложь во имя иисуса просто отказывайте сейчас от лжи мы отказываемся от лжи мы сыны мы дочери мы достойны и ты дал нам эту праведность и я просто провозгрушаю что ты праведен ты имеешь это основание для того чтобы приходить дерзновением престолу благодати я молюсь отец покрой своим благоволением сейчас каждое сердце и наполни своим миром и мир который превыше всяк ума соблюдает сердца народа твоего чтобы всякая вялость бессилие неверие сомнения все это удерживающее от прорыва оно рухнуло во имя иисуса христа мы просто молимся господь о том чтобы каждое сердце было сокрыто в тебе согрето твоей любовью наполнено твоей радостью наполнено твоим присутствует твоим миром и вырвалось из всякой темницы и томления во имя иисуса христа ты достоин ты сын ты праведен и это основание для дерзновенной молитвы во имя иисуса христа оно приходит в жизнь каждого каждого нуждающегося в этом прорыве во имя иисуса христа аминь 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 господь слава тебе я вижу сейчас тоже людей которых удручает разные мысли я хочу сейчас помолиться если ты слышишь эти знаете голоса в своей голове которые всячески унижают доминирует как бы пытаются доминировать над тобой манипулировать тобой и мы знаем что это действительно это голос врага это голос бесов знаете голос сатаны и мы прямо сейчас молимся я именем иисуса христа я говорю именем иисуса христа просто всякий без всякий демон который сегодня пытается лугаться да будет изгнан во во имя иисуса христа просто да будетиган вors mali.ru я хочу чтобы ты прямо сейчас встал просто и просто сказал я отказываюсь ей я отказываюсь верить в этим мысли от сатаны я отказываюсь верить в эти у генерたющий в эти депрессивные в эти кумылое мысли я просто отказываюсь я говорю стоп сада на я заплю шаху тебе я запрещаю тебе в в моей жизни иметь какую-то часть. Потому что во мне только Христос, Господь. Во мне только Христос, Господь. Аллилуйя. Он внутри меня. И я молюсь сегодня, чтобы голос Святого Духа, голос любящего Отца, голос любящего Иисуса Христа начал звучать, Господь, в нашем сердце, в наших мыслях. Ты любимый сын, ты любимая доля. Я так сильно люблю тебя. Все мои обещания для тебя. Это да и аминь. Моя кровь омыла тебя от всякого греха. Моя кровь сделала тебя совершенной. Осветила тебя. И Господь, я молюсь, чтобы этот голос сегодня звучал. Ты прощен. Ты помилован. Ты невиновен. Ты чист, свят и праведен. Ты имеешь, аллилуйя, дерзновение приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для помощи. Отец, я благодарю и славлю. И прямо сейчас подними свои руки. Если у тебя есть в сердце какая-то нужда, ты хочешь попросить о чем-то Бога, ты хочешь просто вот прямо сейчас представь, что ты стоишь перед престолом благодати, просто перед престолом Божьим. И прямо сейчас излей свое сердце. Скажи, что есть там, аллилуйя, о чем бы ты хотел Бога попросить. Просто не стесняйся. О, гара макетон лобо санг. О, рама шейт. О, пусть сердце изливается, как вода сегодня. О, рама ряда на реке ста санг. Господь, мы благодарим. Благодарим. Мы благодарим, что ты сейчас, Господь, здесь. Ты сейчас здесь, святой Дух. Слава, Хея. Ты сейчас здесь. Ты отвечаешь на меня. Я вижу Иисуса, который сейчас обнимает людей. Я вижу Иисуса, который обнимает тебя. Ты отвечаешь. Аллилуйя. Ты присутствуешь. И твоя молитва услышана сейчас перед Богом. Аллилуйя. Я вижу Иисуса, который исцеляет сердце. Я вижу, который смазывает твое сердце елеем. Аллилуйя. Я вижу Иисуса, который дает тебе новые мысли. Новое сердце. Это его завет. Вложу мысли в их голову. Вложу новые сердца. Вложу свой дух в них. Буду ходить в них. Буду жить в них. Царство Божье внутри вас добудет, которое мир, праведность и радость в Духе Святом. И просто скажи, я исповедую Царство Божье во мне. Оно мир, праведность и радость в Духе Святом. Иисус мой Господь. Аллилуйя. Мы благодарим и славим тебя Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Друзья мои, будьте благословенны. И знаете, подводя некий итог вообще того, о чем мы говорили сегодня, и задавая вам вопрос. Как вы думаете, что в себя должна включать молитва? Вы знаете, я думаю, молитва должна в себя включать минимум две вещи. Первая – это вера, конечно же. Аминь. Какая молитва без веры? Вера, знаете, она как ветер. Если нет на улице ветра, бессмысленно запускать воздушного змея. Он подхватывает ветер и летит. Если ветра нет, ничего не происходит. Так вот, вера – это тот ветер, который ты можешь сам запускать. Это то, что в твоем сердце. Ты основываешься на Божьем Слове, знаешь, как Он тебя любит, и вера включается. И тогда что-то поднимается к ними сам. И второе – это искренность. Будь честен с самим собой. Не нужно замазывать свои желания какими-то благими намерениями. Но если хочешь ты машину, но не нужно молиться и говорить «Господь, если ты дашь мне машину, я буду так ей служить, этой машиной, буду всех возить». Или тебе нужно новое жилье, новая квартира или дом. «Господи, если ты мне дашь, я обязательно буду там проводить домашнюю группу». Ты можешь это делать, бесспорно. Но почему ты думаешь, что если бы у тебя не было благих намерений, Бог тебе ничего не даст? Это не так. Он отец. Он любит тебя. И когда он спасал тебя, у него не было никаких других причин, кроме любви. Он любит тебя и хочет тебе помочь. Поэтому, естественно, в молитве две основные составляющие – это вера и искренность. Будь честен с самим собой, будь честен с Богом. Скажи, я просто хочу машину, потому что мне нравится водить машину. Я хочу возить свою семью. Я хочу новый дом, потому что здесь уже жить нельзя, Господь. Будь честен, и ты увидишь наверняка свое чудо. Потому что за искренностью всегда какая-то искра есть, что-то происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!